Ты? Серёжа Чаповец. Тёжка, да? Начальник областного главка здоровается с воспитанниками центра. Сейчас здесь находятся 14 ребят. Грабежи, мошенничество, драки. Им ещё нет 18, но они уже на себе испытали, что бывает за нарушение закона. Некоторым пребывание здесь пошло на пользу. Я из детского дома выпускаюсь в этом году. Вот в сентябре я на автослесарий ухожу. После автослесария я отучусь, я собираюсь уходить на шеф-повар учиться. Поэтому с этими плохими делами я своего будущего вообще хорошего не вижу. К сожалению, тех, кто встаёт на правильный путь после пребывания в центре, не так много. Попав снова в привычную преступную среду, многие дети совершают преступления. Специалисты центра делают всё возможное, чтобы эти ребята увидели другую жизнь. Вместе ходят в театры и музеи. Мы стараемся с нашим воспитанником, который здесь у нас находится, привить чувство нравственности, чувство доброты, доброжелательности. Потому что в основном из них, в большинстве их воспитывает улица. Это жестокие, кто выживет, кто сильнее. Здесь они немножко оттаивают душу. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей существует в Самаре уже 80 лет. Он рассчитан на пребывание 50 детей. Здесь есть всё необходимое для проживания. Администрация, в том числе и этого учреждения, всё делает для того, чтобы создать условия такого не полицейского режима, а такого, будем говорить, детского садика. И вы видели, что достаточные средства сюда вложены, МВД России, чтобы его привести в соответствующий вид. И здесь достойно, прилично. Воспитанники центра подарили Сергею Сладовникову сувенир. Начальник областного главка пожелал ребятам больше не сбиваться с верного пути, получить профессию и стать достойными людьми. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События.